Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Совет Федерации одобрил законопроект, вводящий лишение свободы на срок до 6 лет и принудительные работы на срок до 5 лет за кражу денег с банковских карт граждан при помощи специальных устройств. Соответствующие поправки сенаторы внесли в Уголовный кодекс. Если преступление совершается организованной группой, то предусматривается наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового. Мера эта призвана остановить негативные тенденции последних лет. По данным МВД России, в стране количество краж денег с банковских карт ежегодно растет в среднем на 10%. Банки завершают программу льготной реструктуризации валютных и потечных кредитов. В числе первых об этом заявили в ВТБ-24. С 1 июня для заемщиков доступна только программа конвертации валюты в рубли. В настоящий момент в суде находится 45 исков по проблемным кредитам. Еще по 70 заемщикам ВТБ-24 готовит иски. За последний месяц судами первой инстанции было вынесено 7 решений об отказе в исках валютных и потечным заемщикам ВТБ-24. В настоящий момент на рассмотрении остаются 5 подобных дел, слушания по которым должны пройти в ближайший месяц. Уровень расходов российских туристов в Объединенных Арабских Эмиратах упал по сравнению с прошлым годом практически на 52%. Россия впервые вышла из первой пятерки за последние 5 лет. В целом расходы пребывающих на отдыхе в Эмиратах туристов в первом квартале 2015 года возросли на 5%. За 2014 год было произведено 550 миллионов платежных транзакций на сумму до 83 миллиардов дирхамов. В лидерах туристы из США. За ними следуют граждане Саудовской Аравии. Далее следуют туристы из Великобритании, Китая и Кувейта. А на сегодня это все. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова